Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня мы плавно подобрались, возможно, к самому важному, фундаментальному событию этой пятидневки, заседанию ФРС, точнее не ФРС, как таковая просто пресс-конференцию председателя американского мегарегулятора Джанет Йеллен. Полагаю, что если все будет нормально, мы сегодня сможем услышать какие-то намеки на возможные дальнейшие шаги, направленные на изменения монетарной политики. В общем, если Джанет Йеллен сегодня хочет взять на себя полномочия и функции, немножко успокоить рынки, под спокойствием сейчас, наверное, лучше подразумевать возможность для доллара показать еще локальный прирост после тех потерь, которые он несет в последнее время. Если все будет так, то Джанет, конечно же, сможет сыграть очень большую роль для рынка. Нам нужно, конечно же, сейчас получить поддержку вместе с прочими участниками рынка, которые следят за долларом, поддержку для американского валютного актива, потому что вы знаете, что многие наши инвестиционные идеи, они прежде всего базируются именно на ожиданиях того, что доллар должен оставаться лидирующим активом на финансовых площадках. То, что происходит на рынке, думаю, вы сами прекрасно видите, чудовищной волатильности, иначе, наверное, и сказать нельзя, потому что валютные пары показывают в рамках одной торговой сессии, в рамках даже незначительного диапазона внутри дневного трейдинга, движения, которые обычно характерны для более растянутых перспектив. Посмотрите, что происходит с долларом японской иены. Глядя на то, как американец против иены валится, остается только радоваться тому, что мы оказались вне игры еще с уровня 118.50, потому что если бы мы продолжили следить за, точнее даже надеяться на возможности все-таки усиления позиций американца на фоне идущего непременно нисходящего тренда, тогда потери были бы, конечно же, сейчас уже колоссальны. Хорошо, что мы находимся вне игры и по европейской валюте, потому что ралли продолжается, и как мы раньше предположили, что евро может серьезно замахнуться даже на уровне 1.15, пока вроде бы как все происходит именно так. Но я все равно, даже вроде бы как исходя из такой предсказуемости, советую вам сейчас держаться подальше от трейдинга рисковыми инструментами, ну, по крайней мере, европейской валютой против доллара уж точно. Обо всем давайте подробнее, как и всегда, начнем мы сегодня с нефти. Приготовил я много статистики, которая сейчас очень важна, соответственно, для нашей идеи по Brent, по WTI и еще и по российской валюте, потому что мы параллельно отслеживаем поведение рубля в связи с теми тенденциями, которые разворачиваются на рынке энергоресурсов. Клосс вчерашнего дня по Brent 3074 давал я идею касательно того, что можно продать Brent после того, как он снизится в район ближайшей поддержки 32. Надеюсь, что вы этой идеей воспользовались, поскольку актуальны откировки 31.03. Уже достаточный профит. Предлагаю просто перевести, соответственно, ордер на уровень безыбытка, поставить, соответственно, отложку, точнее не отложку, а стоп-лосс в районе оценок открытия 32 и ждать дальнейшей коррекции. Почему? Потому что тот тренд, который снова возобновился по динамике Brent, указывает на то, что этот актив очень быстро в ближайшее время может преодолеть уровень сначала 30 и двинуть дальше к той цели, которую мы поставили ранее. Это 25 долларов, соответственно, за баррель. Говоря про новостной фон, была ли поддержка для коррекционных идей? Конечно же, была. И достаточно много. Во-первых, мы не получили каких-то дополнительных сигналов, возможной встречи ОПЕК и России. Сейчас отсутствие доп. комментариев на эту тему рынком трактуется как проехавшая уже история, и участники торгов постепенно вообще начинают забывать о том, что такая встреча была возможна. Это правильно, потому что мы даже тогда, когда такие спекуляции на рынке появились, делали акцент на то, что эти ожидания не оправданы, потому что нужно прекрасно понимать истинные цели, которых сейчас придерживаются ОПЕК. Если бы ближний и восточный картель был бы заинтересован в снижении цен на, точнее, в росте цен на энергоресурс, он давно бы даже самостоятельно предпринял те меры, которые имеются, скажем, в его власти, чтобы изменить актуальную ситуацию на рынке энергоресурсов. Однако этого не последовало. В общем, заседание как таковое сейчас предлагаю немного опустить, потому что никакой конкретики нету, не будем кататься на спекулятивных ожиданиях, тем более, что у нас достаточно фактов и цифр. Международное энергетическое агентство сообщило о том, что вынуждено понизить спрос на нефть на 2016 год. Для кого-то это новость? Я думаю, что нет. Потому что мы настраивались на то, что из-за всеобщего глобального экономического спада спрос будет снижаться, а предложение будет параллельно расти. Поэтому эта идея рассинхронизации у нас остается ключевым триггером для разгрузки бренда. И, возможно, именно эта идея, точнее, даже невозможно, а 100% руководствуются и те инвестиционные банки, которые поставили самые мрачные цели по профитным ожиданиям касательно бренда и WTI. То есть это снижение, вы помните, даже ниже 20 долларов за баррель, а некоторые ориентируются и на 10 долларов за баррель. Что касается еще цифр, как стало известно, Иран увеличил объемы производства на 50 тысяч баррелей в сутки. Фактическая сейчас цифра производства 2,99 миллиона баррелей в сутки. Я считаю то, что такими темпами Иран может даже переплюнуть свои амбициозные планы, которые они поставили по наращиванию производства после снятия финансово-экономических санкций. Значит, предложение будет только усиливаться. Интересный нюанс заключается в том, что оппонент Ирана с некоторых пор Саудовской Аравии, которая занимает сейчас доминирующую роль по объемам производства, после того, как Иран увеличил производство нефти в выработку, то же самое произошло и в рамках Саудовской Аравии. Только здесь прирост составил даже не компенсирующего уровня в 50 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия пошла еще дальше. Плюс 70 тысяч баррелей в сутки. И фактически объем производства сейчас 10-21 миллион баррелей в день. Теперь можно аккумулировать все актуальные цифры и точно безошибочно сказать то, что за последний месяц, то есть за январь, объемы производства в рамках всего ближневосточного картеля выросли на 280 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель фактического производства до 32-63. Мы с вами говорили о том, что 32,5 будет легко переплюнуть уже в первом квартале. Этот сценарий пока реализовывается. Уровень уже выше. Планка. Квота 32 миллиона баррелей в сутки. Но, судя по всему, на нее хотели плевать. Значит, у нас по-прежнему цифры, которые сигнализируют о том, что бренду просто некуда деваться, кроме как снова сдавать и уступать дорогу тем медведям, которые делают активную ставку на разгрузку этого актива. Есть ли основания для роста? Да ни единого. Абсолютно никакого. Может быть, запасы нет из США. За них еще те, кто делает ставку на восстановление этого актива, могли зацепиться. Но вы знаете то, что вчера вышла статистика по объемам запасов нефти США по версии API. И, судя по этим данным, запасы и на прошлой неделе снова выросли на 2,4 миллиона баррелей в сутки. Точнее, всего. Значит, сегодня у нас уже официальная статистика от Минэнерго. Я предлагаю снова нацеливаться на то, что и там мы увидим приросты и получим еще один фактор давления на позиции бренда. Российская валюта не отстает от такого негативного тренда по нефти, потому что синхронность движений сохраняется. Мы с вами ориентировались на уровень 80 актуальных тропок на премаркете 7904. Но полагаю, что рынок еще не до конца одисконтировал в стоимость российской валюты вчерашнее снижение, которое по бренду составило, наверное, даже больше 5%. Поэтому сегодня из открытия я ожидаю возобновления прессинг на курс национальной валюты и, возможно, до конца сегодняшней торговой сессии мы сможем оказаться уже выше нашего ближайшего ориентира по паре юзерап, который был на уровне сопротивления 80 против доллара. Дальше у нас, к сожалению, как бы это мрачно и пессимистично в отношении российской экономики не звучало, будут более серьезные значения по девальвации национального валютного актива. И параллельно с этим вы знаете, что уже снова начинают всплывать старые опасения и риски, которые касаются роста индекса потребительских цен, соответственно, роста инфляции и, в конечном счете, слабых роничных продаж и более страшных показателей по рецессии для российской экономики. Вы не забывайте о том, что буквально все рейтинговые агентства на прочей российской экономике в 2016 году еще более худшие времена, чем в 2015. И все это заглубляется, опять же, тем трендом, который мы наблюдаем негативно на рынке энергоресурсов, хотя снижение цен на нефть, судя по динамике даже фондовых активов в последние недели, это становится проблемой уже глобального характера, потому что из-за снижения цен на энергоресурсы валятся и фондовые площадки. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Снова евро у нас обновляет локальные максимумы, в частности, актуальная токировка 1.12.93. То, что за вчерашнюю торговую сессию евро прибавило еще 100 пунктов, явно указывает на то, что главный валютный риск сохраняет бычий потенциал и, возможно, продолжит его реализовывать. Тем более, что впереди очень важное сопротивление 1.15. Возможно, евро уже туда и замахнулось. Я не исключаю такого сценария, что буквально до конца этой недели, если рыночное настроение не изменится, европейская валюта упрется как раз в эту планку. Ключевым фактором поддержки для главного валютного риска, вы должны понимать, сейчас выступает ухудшение рыночных настроений, что провоцирует обвал фондовых площадок. И главный риск, он связан с тем, что то снижение, которое мы сейчас констатируем по фондовым секциям, оно развивается просто с какой-то немыслимой скоростью. И сейчас участники рынка, уже обозначая серьезные опасения за стабильность банковского сектора, иналитического сектора, энергоэсусы, вы видели, сколько потеряли с начала этого года. Банковский сектор потерял уже около 30%. И все начинают поговорить о том, что в первом квартале 2016 года мы, к сожалению, столкнулись, будучи частью всей финансовой системы, с оголением, выпячиванием самых серьезных системных проблем, которые указывают на полномасштабный финансово-экономический кризис. И то, что происходит сейчас, этому только подтверждение. Поскольку все внимание трейдеров было посвящено, опять же, фондовым секциям, паника, которая стала следствием этого, разумеется, спровоцировала перетекание капиталов снова в защитные активы, рисковые инструменты в связи с этим оказались в аутсайдерах, но единственное исключение, как я отметил, евро, потому что у евро несколько иной обособленный статус – это валюты фондирования из-за крайне низких процентных ставок. Поэтому поведение евро сейчас абсолютно логично. Плюс ко всему, коррекция европейского фондового рынка снова подняла интерес трейдеров, точнее даже фондовиков, к хеджевым операциям через длинные сделки по евро-доллару, что только подстегнуло роста этого дуэта валютных активов. И вот эта паника, она стала причиной, вследствие которой трейдеры не обратили внимания на те макроэкономические данные, которые были опубликованы внутри дня. И вчера мы говорили, что следует обратить внимание на динамику торгового баланса и производственного сектора Германии. Я считаю то, что игнорировать статистику ни в коем случае не нужно, тем более ту статистику, которая полномерно готовит нас к еще более серьезной бомбе уже национального характера для еврозоны – это возможная решительность со стороны Европейского центрального банка. Мы ожидаем ее в марте. Говоря про статистику, промышленное производство в Германии в месячном эквиваленте – минус 1,2%, прогноз – 0,4%. Годовой показатель просел – минус 2,2% с прошлого – минус 0,3%. Экспорт и импорт, если вы уже смотрели за календарем, по факту анонсированных и опубликованных цифр снизился на 1,6%. Также очень серьезный контраст с прошлой оценкой. Поэтому такая статистика лишь усиливает наше негативное настроение по поводу силы ведущего локомотива валютного блока, ведущей экономики еврозоны. И, может быть, это станет еще одним стимулом, вследствие которого ЕЦБ проявит решительность уже на мартовском заседании. Как действуем сейчас в плане трейдинга по евро-доллару? Поскольку предсказуемость трейдинга, она не такая уж сейчас и непредсказуемая, я допускаю возможность, конечно же, продолжения восходящего ралли, но ставку на это делать не буду, потому что очень быстро, как вы прекрасно знаете, настроения на рынке могут измениться. И вслед за этим восходящим активным движением пойдет такая же коррекция. Моя рекомендация остается прежней. Сейчас находиться в стороне, наблюдать за тем, что рынок творит сейчас собственными силами, без нашего участия, поскольку у нас по-прежнему ожидания, связанные с тем, что мы понемногу копим слабую статистику по европейскому рынку, откладываем ее, соответственно, в тот фундамент, который будет использован для оправдания нашей инвестиционной идеи на продажу главного валютного риска, ждем, пока рыночное настроение не изменится, и как только евро снова вернется в район 1.10, вот тогда мы подключимся к трейдингу, вступим игру и будем уже ориентироваться на старые, добрые, профильные ориентиры, которые, вы знаете, находятся по евро-доллару в районе 1.05. Пока суваться в рынок ни в коем случае не нужно, если вы хотите, конечно же, рискнуть, но вы должны понимать, что вероятность ошибки сейчас крайне высока, особенно учитывая ту безумную волатильность, которую мы наблюдаем на финансовой площадке. Далее идем. Фунт против доллара. Очень интересная динамика в рамках вчерашней торговой сессии. Если у вас была возможность отследить вообще тренд в рамках дня, то вы, наверное, согласитесь со мной, что большую часть торговой сессии фунт находился под давлением, понемногу смещался к нашему профильному ориентиру в районе 1.43, но, к сожалению, до него пока не добрался. Но и стоп-лосс мы также пока не схватили. Напоминаю, что эта идея была селл-стоп с уровня 1.44.90, тэк-профитом 1.43, 100-1.45.50. Давление на позиции британца оказали опубликованные данные по торговому балансу. Снова они указали на стагнирующее состояние экспорта, хотя, учитывая охлаждение мировой экономики, я не думаю также, что эти цифры вызвали у кого-то вопросы. Плюс ко всему фунт не обладает статусом фондирования, как евро, поэтому поддержки он не получил даже из-за этого. Но вот во второй половине дня фунт нашел все-таки основания для роста. Собственно, так же, как и австралийцы, новозеланицы, я связываю это с еще большей просадкой, опять же, американских облигаций, вследствие которых спрос на доллар снизился, и доллар лишился какой-либо поддержки. А слабость американца стала, опять же, подспорьем и возможностью для усиления позиций и рисковыми инструментами. Но этот рост, он абсолютно не оправдан сейчас в отношении британцев уж точно, потому что вы не забывайте о том, что глобальный экономический спад, который мы констатируем каждый брифинг, он прежде всего логично и так и будет скажется на динамике рисковых инструментов всех, кроме европейского валютного актива. Поэтому фунту, даже исходя из такого сценария, придется отступать. Сегодня торговая сессия довольно интересная для британца, поскольку у нас в 12.30 по московскому времени промпроизводство, а спустя несколько часов в 18.00 по московскому времени выйдут данные по ОВП Англии. Учитывая те тенденции, которые сейчас характерны для, в целом, мировой экономики, считаю то, что и от этой статистики мы, скорее, ничего хорошего не увидим. И если снова будут плохие цифры, значит, это может оказать дополнительное давление на британца и приблизить нас основу к нашему профитному значению в районе 1.43. В общем, эту идею пока сохраняем. Доллар и японская иена. Здесь катастрофические потери. Если взять от открытия до закрытия вчерашней торговой сессии, это минус 73 пункта, хотя минимальное значение было на уровне 114.20. Сегодня также американец активно сдает позиции японскому валютному активу. Тоже потери около 100 пунктов. Актуальные котировки сейчас 114.58. Видим то, что ухудшение рыночных настроений и обвал фондовых рынков действительно сейчас поддерживает спрос на защитные инструменты. Вся ликвидность перетекает именно в защитные активы. Золото активно растет. Франк также укрепляется против американца. Иена использует преимущества, связанные с ослаблением доллара. А доллар слабеет из-за колоссального притока средств в американские облигации, вследствие чего снижается их доходность. Сегодня из макроэкономических отчетов и статистики ориентироваться не на что для американца. Но сегодня в 18.00 по московскому времени состоится конференция, как я уже отметил, председателя ФРС Жанет Йеллин. Буквально на это событие все делают большую ставку, потому что сейчас, наверное, рынок локально успокоить больше никто не сможет, кроме нее. И если все-таки Жанет Йеллин сможет дать сигнал, который позволит доллару укрепиться, это позволит рынку взять паузу, может быть, охладить пыл спекулятивного настроя и действий в пользу защитных активов и позволит немножко выдохнуть нам, потому что, конечно же, наблюдать, как активы удирают буквально от тех уровней, которые для нас являются стартовыми для трейдинга, также не очень приятно, потому что мы понимаем, что прежде чем активы вернутся к тем уровням, с которых мы хотим оказаться в рынке, должно пройти достаточно много времени. Считаю то, что сегодня, если Жанет Йеллин хоть каким-то образом прольет свет либо заговорит в формате вербальных, эмоциональных заявлений касательно того, готова ли американская экономика к еще одному шагу о повышении процентной ставки, это непременно станет позитивным сигналом для доллара, и он точно сможет использовать эту возможность. По крайней мере, я на это ориентируюсь, собственно, а также, как и многие другие участники финансовых рынков. Считаю то, что это событие может оказаться результативным для в рамках даже сегодняшней торговой сессии поддержать американца и позволит ему закрыть эту неделю не так плохо, как вот, в принципе, та динамика, которую он показывает сейчас. Мы по-прежнему ждем уровень 120, и оттуда планируем оказаться в трейдинге. Хотя, если мы получим сегодня хороший сигнал, и если положительная тенденция для доллара сохранится и в начале следующей недели, думаю, что можно будет передвинуть байстоп с уровня 120 на значение пониже, тем более, что сейчас пара торгуется в районе 115. Также хотел пару слов сказать еще про пару USDCAT. Мы видим то, что канадец нас снова теряет против американца. Здесь ключевая причина ослабления цен на энергоресурсы, и мы сделали ставку на то, что нефть с большей долей вероятности продолжит снижаться. Значит, у канадца есть, точнее, даже у пары USDCAT, есть все возможности, чтобы оказаться выше сейчас сопротивления 1,40, а потом населиться на значение еще выше. Тем более, что если поддержка придет еще для доллара, если сегодня бренд продолжит снижаться, по факту публикации данных по запасам нефти по версии уже Минэнерго США, официальной статистики тогда, действительно, USDCAT сможет оказаться выше уровня 1,40 уже до конца сегодняшней торговой сессии. Ну, а по остальным идеям пока изменений нет. Австралийцы против доллара ждем по-прежнему уровень 0,70. Сейчас до него остается еще чуть-чуть, потерпите немного. Актуальная активировка 0,70,50. Как только пробьем эту поддержку, тогда подумаем, как торговать. Новозеландец, здесь также есть сакральный рубеж 0,65. Ждем и его сейчас 0,66,12. Золото забралось очень высоко. Прежде чем вернется в район 1150 долларов за тройскую унцию, пока также давайте торговать этим активом не будем. Что касается франка, то из-за спроса, опять же, на защитные активы, традиционно к ним относится и франка, мы вчера видели серьезную поддержку для франка и ослабление пары USD в весе. Актуальные активировки 0,97,22, но по-прежнему верим в то, что в ближайшее время этот тандем валютных активов сможет уйти выше паритета. Только контролируйте, конечно же, риски. Из важных отчетов сегодняшнего дня, резюмируем, это статистика по Британии, 12.30 промпроизводства, 18.00 ВВП. 18.00 также выступление представителя, председателя ФРЭД Жанет Йеллен и еще 18.30 по московскому времени, данные по запасам нефти в США. Касательно того, как эти отчеты могут повлиять на активы, мы уже проговорили, поэтому просто давайте следить за этим новостным фоном, но резюмируем его уже будем в ходе завтрашнего брифинга. На этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube либо использовать для этого форум Amagets. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok